Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем заниматься глаголами Take, Exempted, Made, Adopt, Receive. Это вторая часть. Ссылка на первую стоит в описании видео. И мы более-менее разобрали, как же, собственно, эти все Receive и Take могут переводиться. Но на самом деле, друзья мои, не думайте, что это исчерпывающее вот здесь прямо так всё. Это самое главное. Это едва ли не верхушка айсберга только. На самом деле, если взять Accept и Adopt, они вроде как очень похожи. Кроме того, Adopt здесь говорилось только о принятии законов. На самом деле, Adopt имеет ещё кучу значений. И там тоже будет это принимать. Посыл будет именно такой. Как всё это запомнить? Как знать, что когда употребляется? На самом деле, понять, что когда употребляется, достаточно сложно. Нужно просто заучивать отдельные выражения. Тут ничего не поделаешь. Вот давайте для примера откроем словарь и попробуем вбить сюда слово Adopt, поскольку о нём я вроде говорила меньше всего, и посмотреть, что может быть Adopt. Если абстрагироваться там от всяких законопроектов и прочего, что такое Adopt? Итак, ну, Adopt, как читается, это такое дело, это нам неинтересно. Ну вот, первое значение. Legally take another person's child into your own family. То есть, принять ребёнка, усыновить, по большому счёту. Вот вам, пожалуйста, никаким законодательством и не пахнет здесь. Но, тем не менее, это одно из его значений. Кроме того, Accept or start to use something new. Вот, принять что-то. То есть, воспринять какие-то новые там нововведения. Далее, Adopt в смысле избрать. Choose someone or something or take something as your own. То есть, принимать кого-то как своего. То есть, принимать в свой круг, принимать, опять же, в свою семью. Start behaving in a particular way, especially by choice. То есть, принять какие-то обычаи или какие-то манеры. Ну и вот, в принципе, всё. Не слово о законодательстве. Но не надо забывать, что это урезанная версия словаря. Поэтому здесь, естественно, дано не всё. Но, как бы там ни было, это вот основные его значения. Как видите, значений может быть массой. Поэтому нужно просто запоминать, что где может быть и чего где не может быть. Если мы, допустим, возьмём слово admit. Вот у нас уже целая куча выражений с admit. И посмотрим, что у нас admit. Вот, пожалуйста, admit очень сильно похож на accept. Agree that something is true, especially unveilingly. То есть, невольно или сами того не желая признаться, что, в общем, что-то является истиной. Далее, admit defeat. Признать поражение. То есть, признать, по большому счёту. Не только принять кого-то там в члены клуба, но также ещё и признать. Вот, allow in, пожалуйста. To allow someone to enter the place. Это то, что было у меня в упражнении или в моём предыдущем видео. Что принять кого-то куда-то. Men will not be admitted to the restaurant without a tie. Мужчин не пускают в ресторан без галстука. To allow a person or country to join an organization. Вот, принять в организацию. To allow someone to enter a hospital because they need medical care. Принять в больницу. То есть, принять пациента в смысле. И поэтому, если вот пройтись по всем этим словам, можно узнать для себя очень много интересного и очень много такого, чего в книге не указывается, поскольку, ну, книга не справочник, и всего охватить невозможно. Итак, теперь вернёмся к упражнению. Я хочу всё-таки перевести то, что здесь есть. Маленькое вот это вот упражнение, дабы посмотреть, так ли всё легко и так ли всё просто. Так ли мне будет просто использовать все эти admit, adopt и accept и так далее. Итак, первое. Директор института принял приглашение посетить эту страну. Ага, здесь у меня ключевое выражение вот это. Принял приглашение. Значит, если он принял приглашение, значит, он accepted invitation. И поэтому the director... Далее, accepted the invitation. Вот это самое главное. Если принимать приглашение или предложение, это всегда accept. Я поставлю the. В принципе, это уже можно ставить. N точнее. Но the, потому что дальше предполагается какой-то контекст, наверное, есть какое-то уточнение. Какую страну посещать. И дальше. To visit the country. Можно было бы сказать ещё так. The director accepted the country's invitation. И дальше поставить точку. То есть, директор принял предложение этой страны. Приглашение. Если приглашение, значит, понятно, что посетить. А далее второе. Вам пора принимать лекарства. Ну, здесь всё лежит на поверхности. У меня было выражение принимать лекарства. Это take. Take medicine. Поэтому здесь всё легко. It's time for you. Здесь будет оборот с инфинитивом. To take your medicine. Ладно, посмотрим дальше. Он не сдал экзаменов и не был принят в ВУЗ. Итак, его не приняли в ВУЗ. То есть, его не приняли, по большому счёту, в организацию какую-то. И поэтому у меня здесь будет admit. Не был принят в ВУЗ. Значит, he didn't pass his exams. Я не буду это описать. Это неинтересно. He wasn't. Здесь у меня passive voice будет стоять. Его не приняли. То есть, сам он ничего не делал. Admit it. Дальше обязательно to. Admit очень часто употребляется. To. To the... Так, ВУЗ. Высшее учебное заведение. Я напишу university. Я не знаю, что имелось в виду. Это старая советская книга. Поэтому тут немного есть такие вещи, которые никак не соотносятся с реальностью. Далее третье. Я получил приглашение, но, очевидно, не смогу его принять. Опять у меня звучит слово получил и принять. Здесь два даже слова у меня будет. Значит, с одной стороны, получил приглашение. Возможно, по почте получил или что-то такое. Поэтому здесь receive, скорее всего, будет. А дальше у меня принять его. Можно получить, но не принять. Поэтому здесь у меня будет accept. У меня здесь два слова. Ну что ж, попробуем. Посмотрим, что будет. Поставим в обычное прошедшее время. Ну, можно и present perfect было бы. I received an invitation, но не смогу его принять. But I can't accept it. Далее, пятое. Вы советуете изменить маршрут? Я думаю, это предложение может быть принято. Так, вы советуете изменить маршрут? You advise us to change our route? Ну, что-то такое. Здесь ничего такого нет, поэтому я это писать не буду. Смотрим второе. Я думаю, это предложение может быть принято. Ага, предложение принято. Опять же, это то же самое, что приглашение, совет и так далее и тому подобное. Поэтому здесь тоже будет accept. Здесь очень официально сказано. Ну да ладно, какая разница? Итак, I think, здесь все дословно можно переводить. This proposition или offer, ну я напишу proposition, может быть принято, ну, can be accepted. Вот таким образом. Далее, следующее. Резолюция была принята единогласно. Так, речь идет о резолюции. То есть, по большому счету, это какой-то нормативный акт, если на то пошло. Поэтому здесь уже будет adopt. И здесь будет так. The resolution was adopted. И дальше очень хитрое слово anonymously. Это не анонимно, это единогласно. Далее, седьмое. Я принимаю ваш вызов. Здесь опять будет accept. I accept your challenge. Вот таким вот образом. И далее восьмое. Его отставка не была принята. Значит, his resignation wasn't accepted. Опять же, accept звучит равно, как и здесь я принимаю ваш вызов, так и здесь не была принята. Вот такой вот перевод. В принципе, ничего такого неожиданного не было. Ключ к успеху здесь просто знание того, что с чем может употребляться. Не более. Здесь нет никаких таких секретных, как говорится, серебряных пуль. Здесь просто надо вызубрить определенные вещи и знать, что рекордсмен по употреблению здесь будет accept. В основном все эти советы, рекомендации, отставки, вызовы и предложения, и приглашения, и все такое. Подарки, и дары, и прочие, и прочие одолжения. Это все accept. Take употребляется сравнительно редко. И take medicine, это, кстати, не самое употребляемое выражение. Самое употребляемое, это, как правило, take measures и take steps. Здесь его не было. Кроме того, также очень часто употребляется admit и adopt. И не обязательно в связи с законодательством, что касается adopt. Это также может быть по отношению к принятию каких-то там привычек, восприятию чего-либо. Ну и receive, которое физически чего-то получить, там по почте или там еще как сообщение получить, это receive. SMS получить, это receive. И звонок получить, это receive тоже. Поэтому здесь где-то можно руководствовать за здравым смыслом, но все же лучше проверять себя по словарю, дабы не попасть в просаг. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео. Напоминаю, что это была вторая часть. Ссылка на первую также стоит в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok